Привет, друзья! Место номер два, которое в Паттай нужно посетить исключительно самостоятельно, это дворец Куриного Короля. Добраться до него очень просто. Вы доезжаете до Северного Рыбного Рынка и дальше, ну, можно полтора километра пешком. Что, очень далеко? А как же кто-то хочет похудеть или проводит целые часы на беговой дорожке? Дарю вам свой лайфхак. Я при любом случае хожу пешком. Если вы будете точно так же поступать, то вы не только сбросите лишние килограммы, но и никогда не наберете новые. И еще один совет, это обязательно нужна очень удобная обувь, очень легкая, открытая, но спортивная. А сверху наоборот, что-нибудь тоненькое, но с длинным рукавом. Иначе безжалостное тайское солнце будет лупить вам целый день по одному и тому же месту. Друзья, это одно из самых красивых мест. Паттайя, дворец или сад Куриного Короля. Он здесь живой. И построил этот сад, и вообще все эти фонтаны, и все вот эти красивые вещи. Для того, чтобы каждый человек, который приезжает сюда, мог прийти и здесь гулять и наслаждаться жизнью. Ну, круто же, правда? Я хочу сказать, почему король этого парка называется Курином. Потому что он выращивает кур, вот таких бриллиантов. Мы находимся в зале правды. Потому что мы всегда говорим только одну правду. Сколько заплатили за чаек? Фри. В этом прекрасном зале чай дает бесплатно. Фри. Фри. Добавил субтитры DimaTorzok Смотрите, как красиво! Друзья, я хочу уточнить, что все эти экскурсии я вам советую не из-за экономии денег, а для того, чтобы получить настоящее удовольствие от экскурсии. Если вы со мной согласны или, может быть, думаете наоборот, пишите, комментируйте. Я буду очень рада, если вы прореагируете на то, что рассказала. Подписывайтесь на мой канал, и мы точно сможем общаться с вами лично.